Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. 21 декабря Госдума одобрила во втором чтении законопроект о такси. Сегодня 22 декабря документ был одобрен в окончательном третьем чтении. Я напомню, законопроект стал довольно-таки нашумевшим. После его принятия в первом чтении летом 2022 года поступило множество дополнений, замечаний и изменений. В итоге текст изначального законопроекта, который был изложен на 112 страницах, был существенно доработан и изменен. Давайте для начала напомню о том, что же было предусмотрено этим законопроектом изначально и то, что осталось без изменений. Первое изменение – это то, что вводится государственная информационная система такси, а также три электронных реестра. Это реестр служб заказа такси, реестр автомобилей такси и реестр перевозчиков. Далее, второе важное изменение – это то, что в такси впервые будет официально разрешено работать в качестве самозанятого. Третье изменение – это то, что водителям такси будет запрещено работать за пределами своего региона. То есть, к примеру, если я получил разрешение на работу в такси в Татарстане, то мне можно будет работать, принимать заявки только на территории Татарстана, соответственно. Исключение составляет только ситуация, когда, к примеру, человек из Татарстана сделал заявку в такси на перевозку, к примеру, в соседний Башкортостан. В таком случае выезд, естественно, возможен будет. Помимо этого, текстом законопроекта вводятся требования как к самим автомобилям такси, так и к водителям. К примеру, для того, чтобы работать в такси, необходим будет стаж не менее трех лет, нельзя будет иметь более трех неоплаченных штрафов ГИБДД, а также будут действовать определенные ограничения для лишенников. Также, как и в первой версии законопроекта, по-прежнему осталась возможность предоставления доступа к этим информационным базам такси для Федеральной службы безопасности. Кроме того, в тексте документа прописана солидарная ответственность в случае нанесения ущерба жизнью и здоровью пассажиров между водителем такси, службой заказа и перевозчиком. Теперь о том, какие же изменения были внесены дополнительно в текст этого законопроекта при его рассмотрении во втором и в третьем чтении. Первое изменение – это то, что прописали дополнительно, что разрешения для работы в такси будут выдаваться в электронном виде. Второе изменение – отдельно прописали запрет на платную перевозку легковым автомобилям пассажиров и груза лицами, которые не имеют разрешения на работу в такси. Помимо этого запрещено также распространение информации о таких услугах, за исключением заказных перевозок. Далее, что касается самих разрешений, то изначально в первой версии текста они были бессрочными, в финальной версии прописали срок действия этих разрешений такси не менее пяти лет, то есть на уровне каждого региона могут устанавливать соответствующий срок, который не может быть меньше пяти лет. Далее, еще одно важное изменение – из текста законопроекта исключено упоминание о необходимости предоставления полиса так называемого ОСГОП, то есть это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. В первой версии законопроекта этот документ входил в перечень обязательных, которые были необходимы для получения разрешения на работу в такси. Соответственно, по умолчанию предполагалось, что обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика будет распространено и на автомобиле такси, хотя сейчас оно действует только, к примеру, на автобусные перевозки, на троллейбусы, трамваи и так далее. Соответственно, это упоминание из документа убрали, по-прежнему для водителей такси достаточно будет наличие только полиса ОСГО. Кстати, если вам нужно купить или продлить полис ОСГО, сделать это вы можете по ссылке в описании под этим видео. Также еще один документ, который исключили из перечня обязательных для получения разрешения такси – это договор с медицинской организацией о проведении предсменных и предрейсовых медицинских осмотров водителей такси. А вот из того, что добавилось нового, это наличие обязательной справки об отсутствии судимости или уголовного преследования. Я напомню, соответствующие поправки, запрещающие работу в такси, были внесены в трудовой кодекс ранее. Именно это и продублировали дополнительно также и в законопроекте о такси. То есть при трудоустройстве в такси необходимо будет предоставлять справку об отсутствии судимости. При этом перевозчикам будет запрещено допускать к работе таксистам лиц, которые, соответственно, имеют непогашенную либо неснятую судимость. Еще одно важное изменение. В первоначальной версии законопроекта было прописано, что правительство может устанавливать требования по оснащению автомобилей такси так называемыми датчиками усталости. В финальной версии это положение полностью исключили. Еще одно новшество. В тексте прописали, что юридическое лицо, которое создает службу заказа такси на территории России, не должно находиться под иностранным влиянием. То есть не должны быть какие-то иностранные компании, либо иностранные юрлица, физлица, оказывающие влияние на деятельность этого российского юрлица. Соответственно, сама компания, занимающаяся перевозками, должна находиться обязательно на территории России. Еще одно изменение. В первоначальной версии законопроекта было прописано, что если в каком-то из регионов служба заказа такси в течение суток осуществляет перевозки более чем 5000 автомобилей такси, то она была обязана создать филиал в этом регионе. Согласно поправкам, согласно финальной версии документа, это количество машин было снижено с 5 до 4 тысяч в сутки. И последнее новшество. Службы заказа такси, согласно тексту этого законопроекта, будут обязаны в электронном формате ввести личный рейтинг каждого водителя. Изменились финальные версии законопроекта и сроки вступления в силу этих поправок. Так, большинство этих изменений заработает с 1 сентября 2023 года. Что же касается создания российского юрлица и открытия филиалов в регионах, это положение имеет отложенное вступление с 1 марта 2025 года. Вот такая вот информация. Соответственно, сегодня этот законопроект уже направили на рассмотрение в Совет Федерации, после чего должны положить на подпись президенту. Скорее всего, президент подпишет этот документ либо в последние дни 2022 года, либо уже в начале 2023 года. Такая вот информация. А если вам нужно восстановить коэффициент КБМ, проверить историю транспортного средства, либо быстро его продать, вы можете воспользоваться полезными ссылками в описании под этим видео. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!